Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире РГВК «Дагестан». Вы смотрите программу подробностей. Сегодня у нас в гостях помощник начальника дагестанской таможни Батыров Рустам Магадхалидович. Рустам Магадхалидович, слава вам алейкум, здравствуйте. Добрый день, Маргарита. Ну, как положено, в двух словах. Вначале хотелось бы услышать от вас о каких-то итогах, о результатах деятельности вашего ведомства. И вообще, собственно говоря, в чем специфика той самой дагестанской таможни и какие результаты за истекший период? Дагестан, следует отметить, что в плане таможенного дела уникален тем, что в нашем регионе функционируют практически все виды пунктов пропуска. И автомобильный, и железнодорожный, и морской, и авиационный республика характеризуется, исторически характеризуется выгодным своим геостратегическим положением и располагает прямым выходом на Закавказье, Среднюю Азию, Ближний Восток. Южный Форпост, во всех смыслах слова. Да, совершенно верно. В том числе и логистический. Абсолютно верно, да. Значит, следует тут отметить те изменения, которые затопнули всю таможенную систему за последние три года. Если ранее таможни отшлияли, практически все таможни отшлияли полный цикл оформления от поступления товаров, декларирования, выпуск, то сейчас с учетом новых тенденций, все оформление, декларирование в электронной форме у нас уже с 2014 года мы все декларации принимаем в электронной форме. Так и хочется спросить, через госуслуги? Можно и через госуслуги, да. Сейчас все через госуслуги, да. Практически, да. То есть, есть возможность у участника ВЭД, и единственная возможность декларироваться в 16 центрах электронного декларирования. То есть, это называется концентрация. У нас ближайший где? Ближайший... Простой, да, видимо? Нет, располагается в Минводах, центр электронного декларирования. Вы уже декларации не принимаете? Мы декларации не принимаем. А что вы делаете? Мы относимся к категории таможни, прям фактического контроля. Что это означает? Цикл операций, связанных с электронным декларированием, вынесен на удаленные центры электронного декларирования. 9 электронных таможен, 16 центров электронного декларирования. Значит, а мы осуществляем операции предшествующие, то есть контроль операции предшествующей подачи декларации, транзит, контроль транзитных операций, последующий контроль выпущенных товаров на внутреннем рынке. То есть, проще говоря, фактически осмотр контроля груза и перемещения его? Да, да. Мы глаза и уши будем так говорить. Сканеры? Если по-современному, потому что вы же еще на сквозь смотрите. Удобство, сразу же удобство данного разделения в том, что мы перешли на безбумажную технологию. Товар может находиться на абсолютно любом складе временного хранения. Шлиф-коды, QR-коды, вы сейчас все сканируете? Нет необходимости несколько раз подавать один и тот же пакет документов, да и вообще пакет документов уходит в прошлое. Он в облаке, а вы работаете уже с интегрированной системой. Есть электронный архив документов, декларантов. То есть один раз представил документ и сослался на него и все. На документы государственных органов вообще не нужно ничего, кроме ссылки на номер. Вот бы в поликлиниках было бы так же, да? Медицинскими книжками, да. Но все идет к тому. По статистике, если можно в двух словах, все-таки у нас вообще много чего происходило за последние годы. И пандемия, и турпоток, и так или иначе это все тоже является неким триггером для наших каких-то логистических показателей. А вы в этом смысле очень сильно привязаны к этим цифрам. Согласен, Магомед, абсолютно полностью с вами. Более того, цифры, сопоставительные цифры прошлого и этих годов прямо говорят о том, как пандемия повлияла на объемы перемещения товаров. Давайте я записываю. То есть вот через таможенную границу, если в прошлом году за 10 месяцев было оформлено, пропущено 193 тысячи транспортных единиц автотранспорта, то в этом году за этот же период это 136 тысяч. Снижение, законный вопрос, куда делись остальные. 19-й год есть у вас статистика? 19-й год будет на вскидку где-то порядка 200 тысяч. А, ну прям падение. Существенное падение. Почему? Мы все прекрасно знаем, что с марта прошлого года мы работали в режиме пандемии. Южные рубежи наши, именно с границы, с Азербайджанской републикой, для перемещения физических лиц. Мы физическими лицами называем гражданами, лиц иностранцев, лиц безгражданцев, такой есть термин в государственных органах и в государственном обороте. Физические лица практически не перемещались через... Да, известно, там такой шум был еще очень долгое время, лагерь был как бы, да, они были как бы в заложниках буквально. И эта ситуация была урегулирована только через полгода после ее возникновения. Да, есть такая ситуация. То есть мы видим, что падение именно приходится на перемещение пассажирского транспорта. Если взять, например, по физическим лицам анализ, да, то есть физическим лицам, там тоже отмечается существенное падение. И оно как раз таки характеризуется тем, что перемещение этих лиц было ограничено крайне. Это все пандемия. Да, то есть как бы с этим... Туристы. При этом по туристам. А, да, да, да. Ну, как говорится, нет худа без добра. Да, да. Значит, прирост мы определенно отмечаем на воздушном направлении. То есть если в прошлом году мы оформили 124 воздушных рейса, то в текущем году 267. Ух ты! Отмечаем существенный рост. Почти в два раза. Почти в два раза. Нет, больше даже, чем в два раза. Больше, чем. Если это где-то было один или два рейса в неделю в прошлом году, то в этом году где-то рейс один, ну, скажем так, два рейса за три дня, условно говоря. А откуда в основном летят? Наши контрагенты, то есть это Турция, Эмираты, это как правило. Есть транзитные рейсы, которые мы оформляем. Это вот Египет, Екатеринбург, промежуточное парство отхлаживает. И бывают чартеры. Это в период Харжа, это Саудская Аравия, соответствующие страны. Планирует администрация аэропорта, планирует расширить географию рейсов. Ну, это в перспективе. И тем более терминал будет заработать. С апреля сего года в полном объеме заработал был впущен в эксплуатацию новый терминал. Вы там на втором этаже хороший сектор занимаетесь. Да, очень. Практически половина территории забрали себе. Согласен с вами. Там созданы практически все условия для работы. И самое главное, там созданы условия для лиц, пользующихся авиационным видом транспорта. Раньше они, конечно, были не такими удобными и соответствующими современным веяниям дня. И акцент, соответственно, деятельность нашей таможни с учетом концентрации этих декларирований уже не в объемах собранных платежей, а в том, как мы осуществляем операции таможенной до выпуска, предшествующий транзит, постконтроль. Постконтроль мы называем контроль товаров, уже выпущенных во внутреннем обороте. Вот это основная наша направленность сейчас. Маркировка товара – это уже как плечево языцах для многих, так или иначе связанных, в том числе со сферой производства, разного рода услуг. И, как говорится, перемещение товаров. Вот по части таможенного контроля, каким образом здесь маркировка товара отражается на специфике работы? Чего, собственно говоря, людям ждать? С чем они теперь должны иметь дело и что должны иметь в виду? Да, с учетом того, что основной акцент деятельности нашей таможни, как таможни фактического контроля, был смещен в одно из направлений. Это контроль после выпуска товаров, введенных в оборот. То одним из ключевых направлений данной работы было выявление и пресечение оборота немаркированной продукции. Продукции, попавшей в оборот нелегальным путем. Если тут говорить, как строится эта работа, мы находимся в постоянном взаимодействии с иными правоохранительными контролирующими органами. Прежде всего, это МВД, ФСБ, Роспотребнадзор. Задачу мы решаем, поскольку одну. А если говорить о маркируемых товарах, то прежде всего хотелось бы остановиться на том, для чего это делается. Если коротко, о каких товарах есть? Что это за товары? Как правило? Нет, не как правило, есть перечень товаров, четко утвержденный перечень товаров. Что обычно попадается под руки? Табачные изделия, лекарства, шины, покрышки, парфюмерные изделия, духи, туалетная вода, фотокамеры, велосипеды, минеральная вода. То есть те сферы, которые наиболее подвержены таким рискам. А началось все с чего? В свое время, в 2016 году был доклад счетной палаты о том, что значительный рынок... Счетная палата РФ или РД? РФ, конечно. О том, что значительный объем рынка оборота меховых изделий, те самые... Шубы? Шубы, да, любимые нашими дамами шубы. Компонент чемодана, так называют. Да, значимый компонент, дорогостоящий. Этот оборот в значительной мере был нелегальным. После этого доклада, естественно, правительство России... Как они попадали? В составе багажа физических лиц, а потом аккумулировались в торговых заведениях, центрах. То есть они скопом, несколько ручейков формировали ту самую поставку, которую надо было бы оформлять, если бы единым грузом. Совершенно верно, Магомед, вы поймали просто вот в корень. Друзья мои, извините, представители сферы розничьего торговли. Я не хотел, честно. Ну, вопрос в чем. Товар очень финансово емкий. Да. Понятно, да, что, естественно, оборот этого товара нес с собой большие риски для легальности его и для формирования статистики и законности его за самих товаров. Так вот, после этого, скажем так, пилотного эксперимента, введения маркировки, во второй половине уже 2020 года, где-то с июля-августа, были приняты решения о обязательной маркировке вот этих вот самых категорий. Табака, парфюмерной продукции, лекарств, шуб началось. Хорошо, а что происходит в итоге? Вот хочу результат услышать. То есть, получается, теперь мне не выгодно будет, как продавцу шуб, ну, через нескольких людей это все собирать? Не то, что не выгодно, это незаконно и влечет за собой очень серьезные последствия. Каким образом? Вот хорошо, в багаже у меня находится шуба. Она что, будет просвечиваться? До багажа, в багаже физические лица имеют право возить эти изделия для личного, не коммерческого, не предпринимательского потребления. А как вы отследите, что я лично его использую, а не продаю? А мы бьем конечного реализатора, то есть, мы проверяем конечного реализатора продукции. А, секундочку, вы приходите к конкретному продавцу, у него в наличии товар, вы сразу спрашиваете, как он к тебе попал? Совершенно верно. А, ну тогда, да, все тогда понятно. Это как проверка декларации у чиновников, чтобы проверить на коррупционную составляющую? Абсолютно верно. Откуда деньги взяли? Я могу немножко пояснить по технологии. То есть, в нашем случае, там две составляющие. Производимые товары и ввозимые из-за рубежа. Но, в любом случае, и там, и здесь документы должны быть. И там, и здесь, да, совершенно. Первый импортер, либо изготовитель, он вводит в единую информационную систему, ИАИС, информацию о факте производства каждой товарной продукции. Проводили уже рейды, да, по торговым рядам? Да, проводили, и есть результаты. Я просто озвучу несколько результатов. Дагестанская таможня, которые достаточно имели большой резонанс. Это выявление в торговом обороте. Не будем называть магазины торгового центра. В этом нет необходимости, как бы. Вот за два года, я просто назову цифру, с января 2020 года, по настоящее время, было выявлено 5000 шуб. Они изъяты, находятся на временном хранении, и по ним возбуждены уголовные дела. Это тот самый пресловутый конфискат теперь, да? Ну, пока еще не конфискат, пока не будет принято решение правоохранительных, судебных органов, пока они как в статусе задержанных, предметов уголовного дела. Помимо того, что они изъяты, штрафные санкции какие-то... Есть, есть. Какие штрафы за это прилетают нашим дорогим магазинам? Есть два состава правонарушения, которые охватываются административным кодексом. Это вообще у КОАП? 15-12 статья КОАП. Это оборот изделий, подлежащий маркировке, без этой маркировки. И если деяния совершаются в крупном размере, то это 171-1. А крупное что значит? Крупное означает, по продовольственным товарам это 400 тысяч шубей. Нет, по шубам. По шубам миллион рублей. От миллиона? Да, да. Но это в принципе больше 5-6 шуб и ты попал. Ну, по-разному. Там шубы бывают разного качества. Поэтому в конкретном случае устанавливают экспертиза все это дело. Но цифру я назову, что такую, как 5 тысяч шуб, это было 400 миллионов рублей по экспертной оценке. То есть, чтобы не попадать на такие моменты предпринимателям, крайне важно, крайне важно отслеживать законность, легальность продукции. Причем тут... Даже если они его как будто бы купили официально, надо им самим проверять документы. Да, совершенно верно. Более того, ведь система прослеживаемости, она контролирует перемещение товара от реализатора, от АВК, по всей дистрибьюторской сети до конечного реализатора. Поэтому на всей цепочке необходимо перепроверять законность. То есть, да. И если она есть, никаких вопросов в составе правоохранительных органов не будет. Станин Галил Халилович, ну, смотрите, магазины – это магазины. Вы туда можете прийти и проверить. А в случае с интернет-торговыми... Ведь сегодня у нас очень много чего приобретается, как бы, да, уже даже не в непосредственном посещении торгового центра, а просто в онлайн-ресурсах. Даже иногда вовсе не на каких-то официальных порталах. А это могут быть частные лица, в Инстаграме что-то выкладывают. Они возят там товар из Турции, из Китая и так далее. И у них, кстати, бывает интересный дисконт, благодаря которому, собственно, интересно их приобретать. Тут есть какие-то риски? Есть. Или просто обнадежьте меня и всех остальных «мы до вас еще не добрались». Нет, так говорить не будем, потому что основное масса населения, она законопослушна и выполняет все требования. Да. Нет, на самом деле так и есть. Мы сами участники этой интернет-торговли, как граждане. И, соответственно, развитие интернет-торговли и развитие этих почтов дает покупателям шикарную возможность приобретать товары со всего мира. Ну да. Но при этом надо понимать, что все эти посылки, все эти товары, которые вы получаете за рубежа, они попадают под сферу таможенного регулирования и под таможенный контроль. Давайте обозначим, это получается, либо Почта России, либо те самые службы доставки. Да. От «Пониэкспресса», да, там, DHL и так далее. Совершенно вы верно подметили. Есть понятие «оператор почтовой связи». Это не всегда Почта России. Ну, конечно. Это и ДХЛ, как вы сказали, «Пониэкспресс» и всякие иные операторы «экспресс-связи». Да. Есть, я немножко по структуре, по схеме оформления МПО расскажу, если это интересно. Да, конечно. Значит, сейчас есть специализированный таможенный орган, это почтовая таможня. Приказом Минфина и Минкомсвязи определены 15 мест международного почтового обмена. Это те места, куда осуществляется физический воз этих посылок по всей стране. То есть их всего 15. Москва, Питер, Новороссийск, Дальний Восток, это Владивосток, Владикавказ. То есть их ровно 15. Это те места, куда осуществляется физический воз этих. Дальше идет автоматический окнотур. Мы прекрасно знаем, что все эти посылки отслеживаются по идентификатору. Совместно с этой информацией, с идентификатором, оператор почтовой связи сообщает таможенным органам фактурные сведения по посылке. Это вес, стоимость и прочее. Получатель. Но они же могут чего-то не знать. Оно же запаковано, что там и как там лежит. Ну, есть методы контроля и с применением рентгеноборудования, и документального контроля. Есть методы интеллектуального контроля сведений. То есть сейчас же все в цифре. И предварительно таможня уже имеет информацию, что из себя представляет. Во что это фактически выльется? Вот человек что-то заказал на интернет-ресурсе каком-то. Он пришел на почту за товаром. И если вдруг окажется, что товар, ну там, скажем, по закону не совсем корректен, что происходит? Он что, на месте должен быть дополнительно оплатить какие-то там сборы или еще что-то? Или он его вообще не получит? Или, не дай бог, ему какой-то штраф прилетит? Очень такой вопрос, сильно интересующий всех участников интервьюной торговли. Потому что могут сталкиваться... Каждый день люди ходят на почту забирать товар. Они могут сталкиваться с этими ситуациями. Ну, я объясню, что максимальный объем посылок, он поступает по завершении контроля в местах почтового обмена, напрямую в отделение почтовой связи и беспроблемно выдается... То есть по ним принято положительное решение о возможности выдачи. В случае, если установлено на первом этапе контроля, вот в фильтре, установлено... Нарушение какое-то? Не обязательно нарушение. Превышение норм беспошлиного ввоза. Так. То есть наличие в составе товаров, которые требуют разрешительных порядков ввоза. Наличие запрещенных пересылок. Этот товар направляется в почтовое отделение связи на сопровождение уведомления. В уведомлении таможенный орган сообщает о необходимости предъявления таможенному органу по месту ввоза. То есть в нашем случае это Махачкалинский пост или Тербенский. Тот пост, который находится в месте жительства и месте получения. И далее указанное лицо осуществляет операции, необходимые выпуску. Либо это, значит, мы выходим на то, что там превышение, по которому лицо должно уплатить пошлины налоги, получить этот товар. Либо если там перемещаются изделия, которые требуют разрешительного порядка, он предъявляет соответствующие разрешения, получает... Это скорее к лекарствам относится? Не только к лекарствам. Оружие в каком плане? Спортивное оружие. А, спортивное. Лук или что-то. То есть есть категория товаров. Я прям представил, что вы там базуку пригнали по почту. Эти категории запрещены. Есть акты Всемирного почтового союза, по которым есть определенный перечень товаров, которые запрещены к обороту пересылки через МПО. Ну и да, и чтобы стиральный порошок был действительно стиральный. Да, да, да. Смотрите, вот приведите мне какой-то очень понятный на таком обывательском языке пример превышения, как вы сказали. Не запрещенный товар, а превышение таможенного, как бы, беспорственного ввоза. Какое может быть пример? Заказали девайсы какие-то, да? Количество они превысили? То есть заказали не просто на семью, там, пять штук, как бы, да? Заказали на весь тухом, и их получилось штук 25. Ну, условно говоря, заказали холодильник. Так. Стоимостью там... 70 тысяч рублей, например. Ну, будем говорить в валюте, да, допустим, это будет 300 или 400 евро. Так. Весом, там, 40 килограмм. Так. Сразу оговорюсь, есть норматив, установленный 107-м решением комиссии, Евразийской экономической комиссии, согласно которому товары, перемещаемые в МПО, установленный лимит беспорственного ввоза их в посылке. Это 200 евро, но не более 31 килограмма. Холодильник по интернету покупать не надо. Ну, условно, возможно, я там некорректно пример... Не-не-не, все-все, люди уже мотают на усы. Да, там есть факты, когда вес может достигать. А с учетом превышения весовой либо стоимостьной составляющей, в данном случае, если, условно говоря, товар, изделие стоит 400 евро, то с 200 евро превышения взимается единая ставка 15% не менее 2 евро за килограмм. Там еще надо учитывать и вторую составляющую. Она взимается как? Ведь человек получает просто уведомления. С него же нигде никак не списываются эти деньги. И на месте на почте, понимаете, и на месте на почте тоже с него сразу не берут. То есть можно было бы сразу вопрос закрыть, потому что вот ты не получишь товар, пока ты не заплатишь. Нет, вот вы как раз сказали то, что реализуется через те часы. Совместно с уведомлением... Друзья мои, это не я им подсказал. Это не я им подсказал. Они это собирались сделать. Я просто предугадал. Это уже работает. То есть совместно с уведомлением лицо получает соответствующую квитанцию с начислениями. Да, по которым необходимо в почтовом же отделении оплатить сумму по превышению. И только после этого забирать товар. И после этого получать. Есть случаи, когда это невозможно сделать, когда требуется анализ на предмет наличия разрешений дополнительных. А, ну это когда уже другой вид товара какой-то специфический. Я пример назову, когда возится, например, 10 шуб, и эти 10 костюмов, они превышают личное потребление лица. То есть есть основания полагать, что данные товары перемещаются в коммерческих целях. В данном случае данный товар переходит в разряд оформляемых по общему принципу, с подачей декларации электронной, с представлением разрешительной документации. Как правило, это на уровне физического лица соблюсти такие требования невозможно. Там разрешительные сертификаты надо представить. Потому что мы предполагаем, что этот товар идет в торговый оборот. То есть для дальнейшей предпринимательской деятельности. Да, а раз так, то, соответственно, этот товар переходит в разряд общего порядка, и он должен выполнить. Либо выполнить эти требования, либо таможенный орган отказывает в выдаче этого товара и возвращается, как правило, по решению лица, по желанию лица, либо по решению того, данный товар возвращается отправителю. Могу немножко статистику назвать. Вот 230 посылок с начала года у нас было оформлено, 230 посылок поступило, точнее, из которых 169 было выдано, и где-то 50 с лишним остаток. Он был отказом в выпуске по причине того, что лица не могли либо уплатить платежи, либо оформить их в устанавливаем порядке, либо товары были отнесены к разряду коммерческой деятельности. Он возвращается отправителю, как правило. По адресу. По адресу отправителя. Возврат, то есть это как бы стандартная процедура. Потому что выдача должна быть завязана на оформлении платежей и на... Тут на самом деле у меня только последний уточняющий вопрос. А как же вот, где вот эта граница проходит? Как вы определяете, что эти 10 шуб не для личного пользования, а для коммерческой реализации дальнейшей? Есть общепризнанные критерии отнесения. А, уже вписанные по регламенту, да? Нет, есть. Они устанавливаются в ходе таможенного контроля по частоте перемещения товара, по количеству, по категории получателя. Если получатель имеет большую семью, она мать-героиня, например, или что-то, она может обосновать такое количество. Но если получатель, например, мужчина, он никак не сможет обосновать получение... Зачем ему столько женских шуб? Женский, тем более, если он не жнат, например. Вот пример того, что, например... Не, он просто хочет жениться, и не раз. Да, да, да. То есть принимается в учет все критерии, и на основании них делается решение об отнесении. Но чаще, видимо, все-таки эту историю заворачивают не потому, что должен был декларацию заплатить, а просто не смог, как физическое даже лицо, заплатить на месте сборки. Либо не захотел. Не захотел, да, скорее не захотел. Да, очень часто такое бывает, потому что иногда сумма сбора бывает выше стоимость товара. Ух ты! Такое тоже может быть. То есть, когда там... Бывает, в нашей практике были ситуации, когда вещь, которая... Можете хотя бы, например, назвать? Что это может быть такое? Вещи личные пересылали в адрес получателя и заявили стоимость в 500 евро. Реально стоимость товаров была меньше, но заявлено, мы берем в учет объявленную стоимость, которые заявлены документы. Без экспертизы просто по факту. На основании документов. Для чего сделал этот отправитель? Чтобы обеспечить надежность поступления, чтобы не потерялась посылка. Но при этом отправитель не учел, не принял во внимание то, что есть какие-то критерии. То есть, бывает... Палка двух концов. Завышение стоимости... Споткнулся на своем же сене, называется, который подстилит. Да, но это скорее исключительный принцип. Обычно заявляется достоверная своя стоимость. Понятно. Ну, друзья мои, я надеюсь, информация была не только предостерегающая, но и полезная. Потому что, ну, если вы знаете, где вы можете потерять лишние деньги, то вы таким образом, как минимум, теперь уже сможете сэкономить. Ну, и облегчить работу коллегам Усталом Магедхалидовичу, потому что, наверное, это не самое приятное, как говорится, обнаруживать нарушения, накладывать штрафные санкции и так далее. Друзья мои, это была программа подробностей. У нас в гостях был помощник, начальник дагестанской таможни Батыров Усталом Магедхалидович. Усталом Магедхалидович, вам спасибо большое за уделенное время. Спасибо. И успехов в вашей трудовой деятельности. Главное, здоровья берегите. Взаимно. Сегодня самое очень важное. Друзья мои, всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова